здравствуйте друзья сегодня особый день меня критикуют не часто я привык купаться так сказать восхищенных письмах но одно на сотню случается это бывает мы сегодня о прививках это бывает например просто вот неудача у меня пожалуйста причем никаких обид в следующем году еще раз попробую что-то я не то делаю задавали разные вопросы попутные это очень серьезная тема уложимся ли мы будет три фильма то есть может быть и рингфинус это в трех местах и причем очень серьезных значит обычно это выглядит так может виновата лунная фаза луны это чаще всего вы знаете люди на этих лунных календарях в свое время 30 лет назад свихнулись потом это начало забываться она забывалась как-то сильно медленно и до сих пор многие помнят что лунный календарь и луна падает вниз то есть луна уменьшается нельзя поливать если луна идет вверх то можно полнолуние уж точно нельзя чертовщина какая-то новолуние тоже нельзя потому что вообще никакого влияния луны нет в общем много чего у меня было всего два критических случая извините я не собрался этого говорить если бы не злое письмо я его даже называю грязным письмом вот и тогда получается что тема это назрела о неудачах поговорить а удачах вы видели вот и тут друг первое приходит на ум лунные календари 2 я как сейчас помню когда у меня прививка сливы ну скажем так сливы желтой желтых оптов на нет вру слива уссурийская желтая была подвоем привой был какая-то из красных слив из 30 прививок две пошло я воспринял это как оскорбление я чё совсем разучился вот но понятие биологической несовместимости тоже существует на желтую привал красный может быть даже дело в этом вот помните мои прививки рассказывал допустим сливы венклоды на абрикосы не пошли а у чернобаева я прям преклоняюсь перед ним открыл глаза сливы венгерки на абрикоса хорошо пошли мало того я перешел на этот способ но не на продажу для себя и вот получается так поговорили уже второй палец загнул биологическая несовместимость а еще что мы можем добавить сюда ах явно яблони сибирки не годятся не годятся вот совершенно не годятся это общепризнанный факт а этот самый на наш друг я уже специально мой опыт вы знаете прекрасный опыт прекрасный положительный берем одного из моих соседей пока ну то есть земляков по хакасии по сайногорску владимир тотора волшебник работяга значит сделал ролик об этом ролике у него сливы ой эти самые сливы яблони все погибли которые он привал на клоновой подвое не нас не на наши клоновой подвое где-то выписывал все мертвы и прекрасно себя чувствует и цветут все что он привал на сеансы сибирок а официально считаю никто не учил он самоучка тоже как я вот вот вам и результат другое дело что не так то все и просто сибирка тоже себя терять его тут начинается в науке полная неудача и отказ сибирок как подвоем уссурийский груш то же самое мясо сибирок они перешли на эти самые на ранетки аукнулась потом когда все это гибло сотнями тысяч эпидемия пришла то вот потом значит оба банджурский абрикос тоже якобы не годятся его путают с сибирским абрикосом а результат у меня 99 и 100 прививок так чтобы не быть голословным ну и чё еще не упомянул с вишнями то же самое вот они прививки на манджурис это прививка корешка вот дальше посмотрим что будет и тогда печенье сколько пример чай не упомянул слива вишни упомянул сибирская вишня сибирская самая великолепный подвой но с ней работать надо тогда может черешню приводит что такое работать несколько коленей вырастить а сходу то и у меня было много неудач теперь переходим к следующему я практически оправдываюсь перед чеком который в общем то теперь стоит сказать о чем речь фамилии речь сегодня называю первого переписка то есть блокировка заблокировал вот но и стоило того стоило того чтобы об этом все не говорить сейчас объясню почему стоит значит смотрите у него полная стопроцентная неудача по прививкам вначале было две причины это он их обозначил я вам две чуть другие причины назвал а еще почва а еще эти самые что там за подвое а главное это две причины первое значит заморозки когда уже появились побеги раз и второе негодные черенки от железы в это два он делал так ну стер тоже все да я не на право морального его голос озвучивать я бы этого не стал делать ну допустим делаем так значит две причины он долго нет это нет это переходил от одной другой потом он начал злиться начал возмущаться насколько мне можно терпеть неудачи до пропади все пропадом вот потом чем дальше тем больше громче то было каждое слово мат потом каждое четвертое слово мат потом каждое третье слово мат до конце концов значит из этих двух он окончательно выбрал не заморозки которые по всей стране загубили тысячи этих самых каких тысяч сотни тысяч и цветов и прививок и все вот кажется наверное уже лиза они были неполноценны и тогда я придумал хитрую хитрость я вам уже включая его две причины негодные прививки негодные черенки и последнее значит заморозки все мы собрали до кучи вот и тогда получается что ж нам бедным дальше делать то ведь истины то нет я никогда не узнаю тогда я решил добавить еще сроки это уже будет пятый палец а потом я самое интересное впереди я же вас заманиваюсь а знаете куда на кухню святая святых мой холодильник а куда мы сейчас попадем сейчас поймете вот но по порядку значит так 5 чтобы я сказал сроки прививки какие сроки он не назвал понятия не имею недавно те три назад кто-то из вас прислал мне правда который так и назвала сроки прививки деревьев и чек очень авторитетно рассказывать следующее значит а сейчас скажу что он рассказывает еще до этого мне прислали еще ролик еще прямо вот буквально это один доказывал но они же все авторы и за ними это как учеба он не только тут я взял прививку вот у меня получилось а вот это не получилось 18 марта получилось на 19 мая не получилось нет он все они учили 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 один учил что надо начинать сока до сокодвижими вот царка движения уже поздно 2 учил этаю может мой ученик наверное с началом сокодвижение вот и обосновывал это третьи вот как пока не кончится в движении подходить нельзя вот это пятый палец виноват виноваты или все-таки ну я считаю что скорее всего у него виновата подмерзание теперь смотрите сюда мы с вами сейчас даже наверное не буду выключать этот самый фотоаппарат который сейчас я усилку я сейчас кухня это принесут свой этот самый телефон а вот это будет мой уже то что я имею право говорить здесь только мой голос ребята мы сейчас проводим учебу это будет как бы второй кусочек фильма а третий когда мы откроем холодильник еще поехали послушайте это все очень важно неудачников тысячи и название это будет все неудачи и тем кого удачи поверьте это еще это а кто знает может быть вовремя прививали по луне а может быть все это следующий раз вы будете привать на уходящую луну и будете разводить руками почему вас не получилось и так слушаем только железово внимание начнем с черенков за последние 20 лет я продал сотни сотни даже тысячи черенков вот первый раз на меня подняли голос и первый раз сказали что виноваты черенки вот это первый единственный случай пойдем дальше значит несколько человек заказали очень поздно и они проснулись прямо в посылках я обычно предупреждаю и говорю единственное некачественное может быть мы от меня черенки если проснулись почки они уже не годятся для прививки это два но это все по честному это я предупреждаю те кто поздно заказал понятия некачественных черенков у меня исключено вот эти годы я как был и наверное остаюсь единственным у кого ни одной рекламации кроме вашей раз это статистика клянусь богом я не шучу я такими вещами не шучу вот хранение идеальнейшее так далее значит из стольких черенков ни одного неприжавшегося надо искать другую причину давайте просто